Приветствую вас, аноним. Мне кажется, что много всего, в кучу вы здесь навалили, вот, по каждой просто теме, что вы сотрудничали, нужно приниматься терапией, это, в общем, каждая отдельная сфера здесь, вот. Ну, можно, конечно, глобально как-то на ситуацию посмотреть, но тут нужно, опять же, понимать, что для вас актуально, то есть, вот, ну, что конкретно для вас актуально, что именно для вас актуально, да, вот. А я, вот, как мне видится, я вижу у вас базовое такое ощущение, такая тревожность, вот, именно, если мы говорим про, ну, про базу, то вы тревожитесь очень-очень-очень много, очень сильно тревожитесь. Вот, и, на мой взгляд, на мой взгляд, возможно, именно с тревогой, в первую очередь, имеет смысл поработать, возможно, именно с тревогой, в первую очередь, могут иметь смысл обратить внимание, во внимание, вот, на тревогу, возможно, в первую очередь, иметь смысл обратить внимание. Что такое тревога? Да. Тревога это, вот, ну, в общем и целом, да, ну, в общем и целом, тревога это игнорирование своих чувств, да, вот. Игнорирование своих эмоций, игнорирование своих переживаний, вот, ну, грубо говоря, такая оторванность от себя, вот. Частично вы это демонстрируете, именно частично, вот, именно частично вы это демонстрируете. Когда говорите, что я мучаюсь, значит, с проблемой выбора, вот, не могу делать выбор по-прочему, не знаю, куда пойти, что и как. вот, частично вы об этом говорите, но все равно, все равно, это лишь только, ну, лишь только часть проблемы. Глобально вы к себе не прислушивайтесь и руководствуетесь только теми вещами, которые, ну, которые вам нужны, по вашему мнению, а к себе, к тому, что вам хочется не прислушиваться, из-за этого, собственно, вещь может, так сказать, генерироваться страх смерти, потому что, это, как бы желание, такое желание избавиться, желание освободиться, желание вырваться, вырваться из-за той вот тюрьмы, которой вы себя ощущаете, из-за этого состояния, вот. Ну, мне кажется, что здесь, вот, работа, в первую очередь, с, эм, нужно, эм, с вашими чувствами, да, с вашими эмоциями, с вашими переживаниями, и, когда и если вы будете, эм, лучше, ну, в той или иной степени, вы будете лучше себя чувствовать, вы будете лучше себя ощущать, вот. Когда и если, эм, тогда стация, я думаю, будет другая, ну, будет лучше, по крайней мере. Вот. Это, то, что я могу вам сказать. Эм, ну, почти, почти, всё то же самое относится к всему, что вы пишете, что вы пишете, когда, там, например, разве что, только, эм, отношение к ошибкам, с самой стороны. Вы видите в ошибках что-то плохое, вы видите в ошибках что-то негативное, вы видите в ошибках какое-то, какое-то зло, вот. Да, на самом деле ошибки это нормально, но не для вас, вы так не считаете, вы ошибки чем-то плохим не считаете. Вот, наверное, тот ключевой момент, отключаясь в том, почему вы не считаете ошибки чем-то плохим, то это зачем-то хорош, почему вы, скажем так, относитесь к ошибкам негативно, это очень важный момент, на мой взгляд. Потому что он непосредственно характеризует вас. И вот на чем в большей степени вы делаете акцент, да, на чем в большей степени вам делается акцент. Вот на это и нужно, собственно, обратить внимание и работать в этом направлении. Именно тем, на что делает акцент ваш. Вот, и тогда ситуация будет постоянно выправляться, выправляться. Вот, вы будете слушать себя, вы будете осознавать, вы будете понимать, что происходит, как это все происходит и так далее. Вот, тут может понадобиться, в том числе и работа с личными границами, там, кажется, что вы, как знаете, такой оголенный нерв. У нас, вообще, постоянное напряжение, вот, хорошего выдаст, конечно, ничего быть не может, в принципе, для вас, потому что, ну, так, если так, объективно, так, очень тяжело жить на этом момент. Вот, ну, опять же, стоит корректироваться при желании, при желании с вашей стороны. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...